Хоррор Субтитры создавал DimaTorzok Элис Рэнье и тому, как ее связь с паранормальными явлениями развивалась на протяжении всей ее жизни. Действие третьей части происходит в тот момент, когда Элис уже отошла от дел, напоследок сумев помочь девушке связаться с умершей матерью и оставив предостережение не лезть в это самостоятельно. Однако семья Бреннер вновь обращается к ней за помощью, после того, как на них неоднократно совершаются нападения некой сущности, и Элис понимает, что не так-то просто отречься от своего предназначения. Глава 3 в первую очередь известна благодаря своему антагонисту, который не менее страшен, чем все остальные существа цикла. Фильм также знакомит Элис со Спексом и Такером, двумя любителями-исследователями паранормального, которые становятся бесценными и бессменными членами ее команды в следующих частях. Есть здесь и Клиффхенгер, который соединит эту часть со всеми остальными фильмами, и, естественно, со следующим. Последний ключ, четвертый фильм серии, продолжает рассказывать о дальнейшей судьбе Элис как экстрасенса. Прежде чем она познакомится с Ламбертами и столкнется с опасными демоническими сущностями, которые завладевают их семьей, Элис вынуждена вернуться в дом своего детства и встретиться с собственными демонами. Она поднимется на новую высоту в понимании собственных возможностей, но возвращение к корням также всколыхнет горькие воспоминания о прошлом и первой встрече с этим злом. Действие последнего ключа происходит после событий третьего фильма, однако здесь также есть и значительные фрагменты воспоминаний, повествующие о трудном детстве Элис и ее первом знакомстве с Дальей. Все это происходит аж в 1953 году, что, естественно, раньше, чем что-либо во франшизе. Если в следующих выпусках и разборах других фильмов вам было бы интересно узнать именно правильную хронологию всех событий, а не только порядок фильмов, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Так вот, раздвоенная структура фильма идет на пользу последнему ключу, поскольку позволяет заглянуть в разные моменты прошлого Элис, прежде чем связать все воедино и привести ее к Ламбертам. Итак, темные силы намерены завладеть душой ничего не подозревающего мальчика. Первая глава начинается со знакомой всем фанатам франшизы завязки. Сын Джоши и Ренея, Далтон, впадает в необъяснимую кому, после чего с ним происходит ряд сверхъестественных событий. Ламберты, отчаявшись найти ответы, обращаются к Элис Ренье, известному специалисту по паранормальным явлениям, с которой Лорейн Ламберт, бабушка Далтоны, уже имела опыт общения в прошлом. Первый фильм «Астрал» вводит зрителей в атмосферу сложного царства дальнего мира, а также рассказывает о кошмарном демоне, который является постоянной фигурой, вызывающей страх и участвующей в скримерах на протяжении всей франшизы. И естественно, здесь у нас будет смелый финал с действительно неожиданным сюжетным поворотом. Глава 2 продолжает предыдущий фильм. Демоническая сущность переходит от Далтона к его отцу Джошу, а Элис при этом приобретает иную форму. Сиквел развивается на фоне произошедшего с Элис и черпает напряжение в исследовании неизвестных существ, которые продолжают поглощать душу Джоша. Это на самом деле успешное развитие тем оригинального фильма, к тому же изобилующее ужасающими визуальными образами и монстрами. В Главе 2 происходят последние события в хронологии серии, но начинается фильм с возвращения на 25 лет назад, в прошлое Джоша Ламберта. В сиквеле объясняется, что у Элис уже когда-то была встреча с этой семьей и что она помогла им сдержать способности, которые перешли к его сыну и из-за которых они так привлекательны для потусторонних существ. Фильм, как известно, заканчивается на хорошей ноте, но, как сообщается, сюжет пятого фильма будет продолжать историю Далтона, поступившего в колледж, в момент, когда его силы вновь пробудятся, как и в случае с его отцом. Предстоящий и пятый фильм наконец-то продолжит историю, начатую во второй главе, вместо того, чтобы заглядывать в прошлое героев.